Разнообразие чайного аромата определяется не одним лишь сортом чайного листа. Такие факторы, как происхождение, высота плантации, климат, почва, время сбора и, конечно, обработка, оказывают решающее влияние на вкус чая. Он может быть, к примеру, крепким или мягким, отдавать орехами или солодом, иметь сильный цветочный привкус или тонкий аромат. Сборщицы чая во всех чаеводческих регионах срывают молодые листочки по одной и той же схеме – два листа и одна почка. Чайная плантация приносит урожай каждые 2-3 недели в зависимости от климата, времени года и высоты. За это время на чайных кустах выросли новые свежие ростки, и сборка двух листьев и одной почки может продолжаться. Для производства одного килограмма черного чая необходимо собрать 4 килограмма свежего чайного листа. Когда сборщицы чая с полными корзинами возвращаются с поля, они честно заработали перерыв на чашку чая. Но сначала их корзины взвешивают, а результат заносят в книжку. Оплата труда сборщиц зависит от количества собранного ими чая. Собранный урожай упаковывают в 10-килограммовые мешки и как можно скорее отправляют на близлежащую чайную фабрику. Здесь чай раскладывают по огромным завялочным корытам. В последующие 12-18 часов он медленно завяливается при умеренной температуре. С этого момента начинается традиционный метод переработки чая. Компания Ронефельд использует исключительно чай, изготовленный традиционным методом. Мы убеждены, что только этот метод в достаточной степени сохраняет качество чая, чтобы получить изысканный аромат. Первым делом чайный лист подвергается бережному скручиванию в так называемых роллерах. Этот процесс проходит под постоянным контролем. Диски, вращающиеся навстречу друг другу, вскрывают клетки листьев, не разрушая их. Только такой метод позволяет получить значительную долю крупного листа. В процессе скручивания клеточный сок соединяется с кислородом воздуха. Это начало ферментации. Ферментация – это процесс окисления выжатого при скручивании клеточного сока. Эта ступень переработки чая длится от двух до трех часов. В это время чайный лист спит и созревает, приобретая медно-красный оттенок и характерный аромат. От ферментации и мастерства ферментаторов в значительной степени зависят качество готового чая. Ферментированный лист подается в яростную сушилку. Здесь он в течение 20 минут подвергается сушке горячим воздухом при температуре около 90 градусов. При этом необходим постоянный контроль, чтобы у чая не появился сжженный привкус. В сушилке чай приобретает характерный темный цвет, которому черный чай и обязан своим наименованием. С момента сбора урожая прошло около 20 часов. Переработка чайного листа завершена. Осталось лишь просеять его, чтобы отделить крупнолистовой чай от мелколистового – broken, высевки – fennings и чайной крошки – dust. Просеянный чай упаковывают в специальные мешки и отправляют на склад. Мешки выстланы внутри алюминиевой фольгой и абсолютно герметичны. В них чай долго остается свежим и сохраняет свой аромат. До сих пор все делается вручную, но уже при завяливании начинается ускорение процесса, отнюдь не улучшающий качество чая. Этот производственный процесс носит название CTC. Этот автоматизированный метод не позволяет производить крупнолистовой чай высочайшего качества. Приходится ограничиваться мелколистовым чаем, высевкой и крошкой, причем доля последней гораздо выше. В Японии свежесобранный чай по прибытии на фабрику направляется сквозь паровой туннель. В нем он около двух минут подвергается парообработке при температуре в 110 градусов. Эта операция блокирует энзимы, отвечающие за ферментацию, в результате чего окисление листа не происходит. В Китае свежие листья около 30 секунд подвергаются нагреву в раскаленной сковороде. При этом энзимы также блокируются, ферментации не происходят, и чай сохраняет зеленый цвет. Только традиционный метод позволяет получить крупные, идеально ферментированные крупно- и мелколистовые чаи, необходимые для высококачественных продуктов Ронефельд. Процесс CTC, напротив, выдает лишь мелкие чаи. Мелколистовой чай, высевки и чайную крошку. Редактор субтитров А.Семкин